Улучшилось ли качество работы медицинских учреждений, переведенных на новую систему финансирования? И каковы результаты господдержки реального сектора экономики за прошедшие три года? Эти вопросы обсуждались в пятницу на заседании областного правительства. К 2013 году все лечебные учреждения должны перейти на одноканальную схему финансирования. Сейчас средства поступают из двух источников. Фонд обязательного медицинского страхования выделяет деньги на инвентарь, лекарства, зарплату специалистов и питание пациентов. Бюджет на ремонт бензин и налоги. По новой системе бюджетные деньги будут поступать в фонд обязательного медицинского страхования, а уже он распределять их по лечебным учреждениям. Сегодня в регионе по этому принципу уже работают семь больниц. Все это направлено на то, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи. И медленно, потихонечку, постепенно мы к этому приходим. Мы это чувствуем даже по количеству жалоб и претензий со стороны пациентов. От медицины к сфере производства за три года объем господдержки реального сектора экономики региона из бюджета всех уровней составил почти 8 миллиардов рублей. 6,3 миллиарда было направлено в сельское хозяйство. За последние три года в растеневодство было направлено из бюджета всех уровней 1,8 миллиарда рублей. В условиях сильной заслуги в 2010 году в области не было допущено сокращение посевных площадей. Поэтому в растеневодстве был 2010 год завершен с наименее существенными потерями по сравнению с другими регионами. На 2011 год постановлением губернатора предусмотрена дополнительная мера поддержки инвесторов обеспечения обязательств перед кредитными организациями имуществом залогового фонда региона. Объем такой поддержки составит 800 миллионов рублей. Юлия Абрамова, Геннадий Воробьев, Телеканал СЕИМ.